Красоту и моду 20 века впервые показали в Гродно. Выставку ретроколлекции Татьяны Федосовой открыли в сенаторском зале нового замка. Вот, например, один из интересных экспонатов – батистовый свадебный костюм 1918 года из белорусской деревни. Его автору подарила знакомая, найдя однажды в сундуке своей прабабушки. А это шляпка из перьев московской птицефабрики имени Крупской, созданная на 10 лет позже. Украшает коллекцию и такой женский головной убор с конским волосом от парижского модельера, датированный 1950-м. Отдельная гордость модного обихода – вечернее платье британского модельера, который создавал наряды для принцессы Дианы. Все эти экспонаты автор собирала, чтобы показать уникальность каждого десятилетия. Первые редкие покупки делала на блошиных рынках. Теперь делу помогают международные платформы, аукционы и социальные сети. Ценность каждого экспоната вовсе не в дорогих тканях или мастерстве именитых дизайнеров, а в тех историях, которые рассказывают платья, сумочки или флаконы. Вот один из самых ценных нарядов в коллекции, который принадлежал голливудской актрисе Кэй Фрэнсис в 30-х годах самой высокооплачиваемой. К ней ревновала Голливуд и режиссеров, даже Марлен Затриха написала о ней в своих воспоминаниях. Вернее, не она сама, а ее дочь написала о том, что мама проговаривала об этой актрисе. Платье уникальное тем, что состоит из двух частей низ. Ну, конечно же, это образ 30-х в чистом виде, низ – это бархат, ценный бархат 30-х годов, а верх – из шелка, расшитого золотой нитью. Если говорить о нити, конечно, местами она уже потемнела, потому что все-таки уже скоро сто лет платью. И хорошо, и уникально, и невероятно, что сохранились оригинальные пуговицы из стекла, который имитирует сапферит, такой камень. И на нем рисунок, или, вернее, гравировка в виде цветков. В новом замке представили более 450 экспонатов, но это далеко не вся коллекция. Повлекаясь собирательством, автор всегда умудряется находить интересные предметы для своей коллекции. Наряды и обувь, аксессуары, украшения и парфюмерия, как мировых, так и отечественных производителей. Все это переносит гостей вернисажа в атмосферу прошлого века. Выставка будет открыта до 20 октября.